500 человек с плакатами и требованием повысить зарплату. Двухдневная забастовка медиков сегодня началась с пикетов. Впрочем, на работе больницы-то сказалось по-разному. Неотложная помощь работает, но где-то пришлось переносить операции. Все подробности у Юлии Бита. Врачи, медсестры, помощники медсестер, санитары и представители других профессий в общей сложности примерно 500 человек. Сегодня возле здания кабинета министров прошла акция протеста. Пришедших не устраивают низкие зарплаты медработников и нежелание правительства идти на компромисс. Потому что маленькая зарплата. Часы работы длинные, а зарплаты нет. Нам только обещают, что она будет. Мы уже видим, были одни, теперь будут новые выборы и новое правительство, но ничего не меняется. Хотя бы выходим, но, может быть, прислушаются, но маловероятно. Скорее всего, эту систему невозможно исправить. Я работаю в сфере медицины уже более 30 лет. В 90-х годах у нас забрали больше, чем 20% от зарплаты, и теперь мы хотим их вернуть назад. Поэтому, учитывая инфляцию, которая происходит сейчас, мы бы тоже хотели нормально жить, а не просто существовать. Я закончила медицинский колледж, потом я закончила бакалавр, операционная медицинская, потом я закончила магистратуру. И, конечно, я платила деньги за бакалавр, за магистратуру. Я прекрасно понимаю, что я никогда не вернула эти деньги. Я знала, что я выбираю, и вот поэтому я пришла поддержать сейчас свои. К протестующим вышел глава Минздрава Даниэль Павлюц. Он напомнил им про новую модель зарплат медиков, которая, напомню, предусматривает постепенное повышение зарплат в течение пяти лет. Однако профсоюз эту модель не поддерживает. Господин министр, это ваша искренняя забота в кавычках о нашей отрасли и работниках. Боже, избавь нас от такой заботы. Потому что медсестры, акушерки и помощники врачей благодаря этой заботе теряют около 400 евро в месяц. А помощники медсестер около 300 евро. Вопреки тому, что им гарантировало и обещало правительство. Вместе с пикетом медики сегодня провели и предупредительную забастовку. Она продолжится и завтра. В некоторых больницах, говорят, из-за этого пришлось перепланировать свою работу. В целом, в течение двух дней будут бастовать 80 работников больницы, медиков и представителей других профессий. В прошлый раз было 50 бастующих. Так что эти 80 уже скажутся на пациентах. Мы отменили около 15 амбулаторных консультаций и были вынуждены перенести около 40% операций. По словам главы больницы имени Страдыня, забастовка никак не влияет на неотложную помощь. В детской больнице протестующих чуть меньше – 48 работников. В основном это медсестры и некоторые специалисты реабилитационной клиники. В общей сложности мы перенесли 18 плановых операций, а также несколько консультаций в реабилитационной клинике. Мы связались с каждым пациентом индивидуально, чтобы договориться о другом времени получения услуг. Поскольку эти операции являются плановыми, лечащие врачи постарались подобрать как можно более близкое время, чтобы это никак не отразилось на здоровье детей. Чтобы операционные не стояли пустыми, вместо перенесенных операций там сейчас проводятся другие. На работе больницы ортопедии и травматологии забастовка никак не сказалась. Там РУСЛСМ заявили, что никто из врачей в ней не участвует. Однако морально поддерживают бастующих. РУСЛСМ